Удивляет, как на относительно небольшом участке дворовой территории Раиса Сагова разбила по-настоящему красивейший сад. Более ста разновидностей цветов, самых разных, однолетних и многолетних. Гортензии, петуни, лилии и гиацинты соседствуют с розами, жасмином, ромашками и такими растениями, как флоксы, львиный зев, глицини и колокольчики. Собственно, поэтому семья решила, она обязательно должна заявить о себе на фестивале цветов. Просто невестка сидела в компьютере, вот она увидела, был конкурс такой, давай попробуй, вот так мы сделали. Я даже и не знала, честно не знала. Я в основном в Москве живу. Восхищают и эти малые архитектурные формы и декорации вокруг цветов. Садовод-художник будто постаралась обустроить каждый цветок с отдельным домиком. Тут же располагается фонтан, вход в сад благоустроен аркой, а вот эти вазы – просто произведение искусства. Пройдя по этому мостику, можно насладиться плодами сливы, яблони, чуть дальше и винограда. Свою маленькую цветочную страну Раиса своими силами возводила почти 30 лет. Чтобы правильно сажать, ухаживать, обрезку проводить, это же нужные знания. Вы учились этому? Это у меня все от Аллаха. Я могу любой дизайнер дома сделать даже, дом построить, все смогу. Сама себя не хвалю, но у меня получается это просто. Если кто-нибудь сомневается, что вся эта красота не оценена по достоинству, то представители Минсельхоза спешат обрадовать. Раиса Сагова в конкурсе «Фестиваль цветов» заняла заслуженное первое место. Сегодня конкурсная комиссия подвела итоги, и по результатам голосования Сагова Раиса Салмановна заняла первое место. И мы приехали поздравить нашу конкурсанку. Нашего, вернее, победителя в данном случае уже. В конкурсе приняли в этом году 96 заявок поступило в конкурсную комиссию. Это больше, чем в прошлом году? Это больше, да. Это на 37 заявок больше, чем в прошлом году. Далее обрадовать конкурсанта, занявшего второе место, отправились на улицу Чахкиева. Там проживает Мадина Тачиева. В своем хозяйстве Мадина совместила красоту, вкус и эстетику одновременно. Пионы, флоксы, гортензии, первоцветы и более 150 видов одних только роз. Обрамляют площадку с газоном, где так атмосферно сочетается столик, уже накрытый хозяйкой к приезду гостей ягодами и сладостями. Садом я занимаюсь в течение 20 лет. Сад постоянно меняется. Это как живой организм. Что-то досаживается, что-то пересаживается. Какие-то растения не приживаются, какие-то, наоборот, докупаются в нескольких экземплярах. То есть постоянно идет развитие этого сада. Очень неожиданно и приятно было узнать, что я в числе победителей конкурса. Так как, когда я подавала документы, я планировала только лишь участие, посмотреть. Фестиваль цветов инициирован главой республики Махмудом Аликалиматовым. Он проходит второй год подряд. Цель – оказание поддержки поощрения и выявления творческого потенциала, привлечение жителей к цветочному оформлению и озеленению городских и сельских территорий. У нас три призовых места. Первое место у нас получит 300 тысяч рублей. Это Сагова Раиса. Второе место мы находимся в данном присадебном участке. Мадина Тачиева получит 200 тысяч рублей. И третье место – Хаштырова Джанета. Она получит 150 тысяч рублей. Призовой фонд составляет миллион рублей. Данный конкурс инициирован главой республики Ингушетия Махмуд Алимакшариповичем Калиматовым. И семь человек получат поощрение в размере 50 тысяч рублей. Задачей конкурса также является формирование положительного образа дворового хозяйства и популяризация опыта придомового озеленения. Зелимхан Калоев, Адам Мережков, Истрапил Хаматханов, Магаз 24.